Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Илюза Шерифулина. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Универ ТВ стал лучшим студенческим телеканалом России. В Казанском федеральном университете состоялся международный научный форум «Россия-Африка». Студенты Казанского университета могут рассчитывать на получение социального контракта. Какой форум прошел в Казанском университете? Какие вопросы на нем обсуждались? И почему это важно не только для университета, но и мира в целом, узнаем в нашем следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского университета состоялся международный научный форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура», где обсуждались вопросы развития отношений России и стран африканского континента. Очень важно, что к инициативе Казанского университета присоединили все ведущие центры, которые определяют политику России в связи с исламским миром, с африканским континентом. И на сегодняшний день мы можем говорить с гордостью, что представляем один из важнейших ключевых центров, где бурно развивается африканистика. Как отметил ректор Казанского федерального университета Альшат Гафуров, Казанский форум полностью справился с задачей, которую поставил сочинский саммит. Это решение о необходимости сотрудничества в области образования, реализации программ, профессиональной подготовки и академических отменов успешно реализуется в частности и стенах нашего Казанского университета. Здесь сегодня обучаются почти 500 граждан из 34 африканских стран. В свою очередь 76 сотрудников и студентов нашего университета посетили с научно-образовательными целями 8 африканских стран, участвовали в различных научно-исследовательских мероприятиях в нашем университете. В рамках форума состояло 7 секций. Круглый стол на тему сотрудничества России со странами Африки, а также презентация книги Олега Озерова «Карим Хакимов. Летопись жизни». Африка многообразная и повсюду нужны специалисты. В любом случае континент – это область стратегических интересов России. Поэтому подготовка экспертов, подготовка ученых, исследователей, аналитиков – это одна из важнейших задач современного государства. Напомним, что с 2014 года в Казанском университете открыто направление африканистики и были заключены договоры с 10 университетами стран Африки. Казанский федеральный университет – это международный университет. Он открыт для студентов всего мира. И естественно, что мы, я имею в виду Институт международных отношений, обязаны готовить специалистов, которые могут работать не только со студентами из африканских стран, ну и сами быть, скажем так, проводником культуры из Татарстана, России на этих континентах. Казанские студенты теперь могут рассчитывать на получение так называемого социального контракта. Программа реализуется благодаря поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан. Какие студенты и как смогут получить контракт, узнаете из следующего сюжета. Иногда некоторые студенты испытывают финансовые трудности во время обучения. Не хватает стипендий, нет работы, свободное от учебы время, или же просто нет желания, зависит от своих родителей. Чтобы как-то поддержать студентов, Казанский университет совместно с представителями Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан учредили проект получения социального контракта. Одна из новых форм именно социальной помощи для граждан – это социальная помощь в виде заключения социального контракта. Обучающиеся Казанского федерального университета, они имеют возможность получения разных форм социальной поддержки. Это есть и получение для студентов, как бюджетная форма обучения, и материальной социальной поддержки, это социальные стипендии, иных выплат. Суть проста. Если доход студента меньше уровня прожиточного минимума, тогда студент имеет право претендовать на получение социального контракта. Студент может обратиться в соответствующие органы, и после написания заявления ему будет предложена временная работа. Мы понимаем, что студент учится, и он не должен работать на полный рабочий день. Получается, что студент может работать и на 0,1, на 0,2 ставки, на полставки, то есть как в университете, так и в любой другой организации. К слову, период действия социального контракта составляет от трех месяцев до одного года. Как нам рассказали, срок контракта будет зависеть от решения соцзащиты. Там собирается комиссия, там проводятся беседы с претендентом на получение этого социального контракта, и дальше уже сама соцзащита определяет, как подходит человек или не подходит, и на какой период будет заключен этот социальный контракт. За более подробной информацией студенты могут обратиться к заместителям директоров по воспитательной работе своих институтов, а также в департамент молодежной политики Казанского университета. Лев Диденко, Фарид Захит Аглы, Универ, Ньюс. Международный день науки за мир и развитие отметили в Елабужском филиале Казанского университета. Мероприятие собрало школьников, посещавших Дом научной коллаборации, а также представителей института. Как прошел День науки в Елабуке, наш следующий сюжет. В Доме научной коллаборации отметили Международный день науки за мир и развитие. Участниками квеста российские ученые стали 50 школьников, посещающих занятия центра. Наше мероприятие посвящено Дню науки. Всемирный день науки за мир и развитие. То есть его проводят ежегодно 10 ноября практически по всему миру. Мы решили, что это было бы символично отпраздновать его в Центре детского творчества в Доме научной коллаборации имени Камиля Ахметовича Валиева. Семь станций познакомили участников квеста с открытиями и интересными фактами жизни российских ученых. Среди заданий встречались и практические, которые потребовали включить смекалку и применять здания из школьного курса. Сюда я пришла вместе с братом. Нас разделили на разные команды и мы соревновались с друг другом. Это было очень интересно и познавательно. Я узнала много нового о Верещагине, Ломоносове и других разных российских ученых. Напомним, Дом научной коллаборации имени Камиля Валиева открыт при Лабужском институте по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» под эгидой национального проекта образования. Состоялся финал второго конкурса на лучший медиа-центр среди вузов России. Телеканал «Универ ТВ» победил в одной из номинаций. Без лишних слов. Смотрим. Студия! Всем привет! С вами лучший студенческий телеканал России «Универ ТВ». Международная ассоциация студенческого телевидения признала нас лучшими. Почему? Узнаем прямо сейчас. «Универ ТВ» — это команда профессионалов, молодых талантов, полных идей и энергии, которые готовят контент в самых разных жанрах. Это, естественно, обзор новостей, все-таки новостей, в первую очередь, российских, мировых, научных новостей. Это отдел видеопроизводства, где работают ребята, которые снимают лекции, снимают какой-то контент, занимаются трансляциями различных концертов и так далее и тому подобное. Есть еще отдел молодежных телепрограмм. Отдел молодежных телепрограмм занимается тем, что придумывает новый контент для телеканала «Универ ТВ». И придумывает он с помощью кафедры, которые есть у нас в Институте социально-философской и массовой коммуникации. То есть любой студент, кто обучается и в этом институте, да и вообще в Казанске федеральном, может спокойно к нам прийти с какой-либо идеей. «Универ ТВ» — это отличная площадка для тех, кто начинает свой путь в мир медиа. Знакомство с кухней и настоящего телевидения — вот что ждет молодых специалистов. К нам приходят молодые ребята, которые практически ничего не знают, которых нет какого-то бэкграунда в видеопроизводстве. Так вот, мы берем и обучаем их. После чего они остаются у нас, продолжают работу здесь, развиваются и дальше уходят уже в крупные медиа. Приходите к нам, у нас интересно, мы вас обучим и покажем мир медиа. Я учусь в Казанском федеральном университете уже более четырех лет. И на протяжении всех этих лет я так или иначе связана с «Универ ТВ». Сначала в спортивном отделе, а уже спустя некоторое время я устроилась в новостной отдел видеомонтажером. Я считаю, что это отличная площадка для того, чтобы понять, кем ты хочешь быть в телевидении, хочешь ли ты связать с ним свою жизнь, пощупать все своими руками и попрактиковаться практически в любой области. Работа здесь помогает мне развиваться и в дальнейшем я планирую дальше идти по стезе журналистики и стать довольно-таки не последним человеком в университете. Вспомним, что «Универ ТВ» становится лучшим не первый раз. Ранее канал получил такое звание в 2017 году. Лучшим студенческим телеканалом стал студенческий телеканал «Универ ТВ». Телевидение – это не только процесс видеосъемки, но и ежедневное общение с самыми интересными людьми. Погружение в различные темы и, конечно же, возможность понять, на что ты способен. С вами был лучший студенческий телеканал России. Всем пока! На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok